Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, что Telegram может отказаться от проведения публичной продажи токенов. В 2017 году майнеры купили более 3 миллионов видеокарт на 776 миллионов долларов. Платформа Alibaba Team Mall переведет трансграничные цепи поставок на блокчейн. Ну что, поехали! ICO мессенджера Telegram уже доказала, что является глобальным и инновационным проектом, в который инвестировали немалое количество известных людей, включая Романа Абрамович и Сергея Солонина, основатели Kiwi. Новым заявлением касаемо ICO стал возможный отказ от публичного предложения монет. Павел Дуров, создатель Telegram, еще на ранних этапах ICO заявил, что с опасением относится к инвестициям из России, а сейчас и вовсе заявляет, что публичного размещения монет может и не быть. Собрав уже 850 миллионов долларов на первом закрытом пресейле, компания объявила о второй закрытой продаже токенов, на который планируют собрать еще больше инвестиций. И ведь это вполне возможно. Ведь проектом заинтересовано множество криптоинвесторов, которые готовы вкладывать просто запредельные суммы. Ожидается, что необходимую сумму в 3 миллиарда долларов Telegram может собрать в ходе закрытой продажи своих токенов Gram, из-за чего необходимость в публичной продаже отпадает сама собой. Стоит отметить, что для участников второй закрытой продажи монет цена на них будет увеличена от 38 центов при первом закрытом ICO до 1,5 долларов на предстоящем. Из выпущенных 5 миллиардов токенов Gram 4 процента будут выделены для разработчиков компаний, более половины будут доступны для инвесторов, а все оставшиеся и нераспроданные токены будут храниться компанией в резерве. Ни для кого не секрет, что майнинг является одной из основных сфер деятельности в криптоиндустрии. Майнеры значительно повышают спрос на видеокарты, которые необходимы для создания ферм по добыче криптовалют. Основными производителями являются AMD, Intel и Nvidia. Недавно была представлена статистика, в которой говорилось о том, что для майнинга было куплено порядка 3 миллионов видеокарт, общей суммой чуть больше 750 миллионов долларов. Производитель AMD догоняет своего оппонента NVIDIA. За прошлый год первая прибавила 8% продаж, а показатели NVIDIA и Intel снизились на 6,2% соответственно. Эксперты объясняют это тем, что NVIDIA не справилась с масштабным наплывом покупателей и у компании возник дефицит продукции. А в это же время компания AMD наладила производство и увеличила продажи, ведь видеокарты именно этой компании с идентичной производительностью стоят гораздо дешевле. Ну а что, по-моему, все правильно сделали. Китайский торговый гигант Alibaba Group объявил о том, что трансграничные цепочки поставок на платформе Tmall переведут на блокчейн. Данные изменения будут проводиться в сотрудничестве с логистической компанией. Это нововведение будет внедрено для получения качественной доможенной информации. В блокчейн будут перенесены данные экспорта и импорта товаров, страна происхождения, а также порт прибытия и отбытия. После внедрения технологии блокчейна и создания мобильного приложения у жителей Китая появится возможность отслеживания порядка 30 тысяч товаров в 50 странах мира. Также еще в середине 2017 года планировалось создание консорциума на базе блокчейна, который бы противодействовал мошеннической деятельности в сфере поставок продовольственных товаров. Ну вот на такой новости у меня, пожалуй, на сегодня и все. Другие новости вы, как всегда, можете посмотреть на нашем сайте, а ссылка, как всегда, есть в описании. Следите за новостями вместе с нашим каналом. Ну а я с вами прощаюсь, до скорой встречи!